Ну и как ты думаешь, на нём лежал труп? Там что-то упало. Эй, чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и мы наконец-то сехали из того дома, где был ремонт. Теперь там студия. Но похоже, здесь какой-то ремонт был. Или есть. Потому что очень странно, что эта стена без обоев, а там вообще как-то обрублена. А тут вообще как будто кто-то когтем и брал, вырывал. Это просто жесть. Кстати, подпишись на канал и вступи в Суприм Банду, а также поставь лайк под это видео. Ну и подписка, чтобы не пропустить видео следующее. А сейчас я вам проведу экскурсию по моей новой хате. К примеру, вот этот стол, который нам остался от прежних жителей. И моя книга Моргенштерн. Я не квадрат. Я всё ещё хочу ему помочь. Сейчас вам, кстати, кое-что покажу. Плюс тысяча к уюту, и можно даже не заметить эту стену. А ещё у нас здесь какой-то просто древний шкаф. Открывать я его не буду, потому что там мои вещи. Но он насколько древний, что ему, наверное, больше, чем мне лет. Собственно, у меня 49. Окей, это была моя комната, а мы направляемся дальше. За мной! А чулан? А, чулан. Они так скрипят. Окей, дальше у нас чулан. Если бы я мог, я бы в нём жил. Потому что там есть еда! Да! Что за бумажка? Что там? Здесь написано «Уходи». Ну и что это могло быть? Ну, может, прежние жители хотят за нас поприкалываться. Какой поприкалываться? Им уже было за 60. Им явно было уже не до приколов. И что ты скажешь за эти перебои света? Ну, замкнуло где-то. Блин, нам это хватает там, дешево досталось. Ладно, нам нужно продолжать снимать видео. Так, ладно, давай снипаем эту записку. Мало ли, вдруг она нам ещё пригодится. Теперь здесь уже есть свет. Она так неаккуратно написана. Как будто писал тот, кто явно никогда в жизни не писал. Её я же даже ручку не держал. И такая пожмаканная. Ладно, заберу её на всякий случай. Мало ли ещё пригодится. Пошли. Такс, бро, теперь у нас следующая комната. Пока что эта комната ещё не обустроена. И она очень страшная. А ещё в ней почему-то нету света. Сколько лампочек вручевали, они все тупо сразу же сгорали. Поэтому у нас здесь аппликативный вариант. Фонарик. Там, как ты видишь, много коробок. Мы ещё просто не всё распаковали. О, а на улице идёт дождь. Причём ещё очень сильный. Похоже, гроза будет. Этот диван очень страшный. На него не то что ложится. На него даже просто встать страшно. Кто знает, что на нём было? Может быть, на нём даже когда-то лежал труп? Как ты думаешь, на нём лежал труп? Да ладно, это я прикал. Ещё не узнали? Это же я, Сергеонис. Окей, бро. А следующая у нас комната, это ванная. Моя самая любимая комната, где я больше всего зависаю. Зачем я это сказал? Ладно. Ну, преди, чем мы пойдём туда, в туалет, в ванной, я вам покажу свою стиральную машинку. Видно, она просто гиперкрутая. В ней четыре насадки есть. Там что-то упало. Какого чёрта? Что упало? Книга. Как она могла упасть? Она лежала просто здесь. Чисто теоретически. Если бы она лежала здесь, её кто-то двигал. Она бы перевернулась. Но она тупо лежала так. И что ты на это скажешь, Настя? Пошли отсюда. Нам нужно закончить это видео. Окей, бро. Это ещё одна комната. Сегодня я спал здесь. What the fuck? Ну, всего-то первый день в этом доме. Здесь уже что-то ненормальное творится. Я не знаю, что нам делать. Чисто теоретически. Если в этом доме есть призраки, то нужно что-то с этим делать. Но что? И как нам вообще узнать, ли это призраки? Или просто нам чисто не везёт? Может быть, расставить камеры на ночь? Бро, обязательно. Прямо сейчас опустись в комментарии и напиши, что ты думаешь, что нам лучше сделать. Я думаю, у вас здесь точно хорошие идеи. Фак. Я просто в шоке. Окей. Всё, что с нами случилось, это можно списать просто на невезение. Свет перебои, потому что на улице идёт гроза. Ещё и гроза сегодня началась. Боже. Как можно объяснить книгу? Если она бы даже упала, она бы перевернулась, но явно бы не съехала. Хочешь, бери Диму Масленника, вызывай. Окей. В принципе, расставить камеры на ночь, это не такая уже и плохая идея. Но. Лучше кого-то позвать опытного, кто уже с этим сталкивался. Дима Масленник у Виллиша. Элли Ди. Хм. У неё точно такая же ситуация. А ведь и вправду, если её позвать, она может быть нам поможет. Но пока что ещё рано. Нам нужно разобраться самим. Самим узнать, что это за призраки и что им надо от нас. Или они вообще здесь есть. Возможно, был просто скользняк. И книжка именно поэтому упала. А перебои света можно списать на грозу. Скорее всего, это так. Но я не знаю. Бро, решать вам. Возможно, есть какие-то идеи. Напиши их в комментариях. Мы обязательно это проверим. Поставь лайк и подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие серии по этому дому. Похоже, этот дом просто кишит призраками. Мне уже кажутся всякие звуки. Ладно, бро. На этом всё. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующие серии. Обязательно поставь лайк, ведь если будет мало лайков, то я просто уеду с этого дома. На этом всё. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... Продолжение следует...